Ребята, только что проверила почту. Скорее всего, пришла децизия. Написано Руслан Романюк и Ирина Романюк. Та-да-да-да! Мы же купили еще лотерею. Что вы думаете? 24 злот выиграли? Ну ладно, а что? Мы купили большое Алато Плюс, и там было несколько номеров. Раз, два, три, четыре, пять номеров что ли было. И я проверила этот, и 24 злот выиграла. Представляете? Мне сейчас выдали, говорит, за рубами. Я говорю, пешим пенензе. И вот. Так что. Одна новость, другая новость. Как-то сегодня поеду Руслану Абраду и поедем на почту. И получается, на лотерею мы потратили 20 злот, а выиграли 24. То есть мы, по сути, просто закрыли то, что мы потратили на эту лотерею. Ну а джекпот, это мы так пробовали, и понятное дело, что не выиграли. Там, конечно, вы мне советовали, что в пятницу будет крупная сумма разыгрываться. Но мы уже на тот момент купили билет, и, в общем, ничего не выиграли. Ну все, мы попробовали. Мы играть не собираемся. То есть для нас это был такой опыт, эксперимент. И лучше, знаете, научиться правильно, хорошо зарабатывать деньги, чем все время их тратить и в ожидании лотереи. Кому-то повезет, а кому-то нет. Прошу, а тут пан. Датэ, имя и название, очень четвертая. Окей. Доброе. Пан первый, а два листа для пани. А пан тут первый. Пошу, что-то есть. Дай мне, да? Я поняла, здесь двери цизи для меня и для Милены. Та-да-да-да-да. Итак, открыли мы наши конверты. Вот такие. Как вы поняли, это децизия. И в децизии написано «Одмова». «Одмовям» пану Руслан Романюк, «Одмовям» пани Ирина Романюк, «Одмовям» малолетний Милена Романюк. Так что мы получили отказы, когда подавали на часовую карту побыта. Мы все это время занимались тем, что мы переводили, мы узнавали, в чем причина отказа. Значит, получилось так, что сначала отказали Руслана, потому что здесь стоит дата 3 июля. И у нас написано с Миленой, что поскольку Руслан Романюк получил отказ на часовую карту побыта, то мы, как члены семьи, соответственно, автоматом получаем отказы. То есть, таким образом, мы получили отказы. Что мы делали? Катажина в отпуске находится, поэтому я к ней, ну, не стала сразу звонить, я позвонила Монике. Она мне, я ей звоню, говорю, «Честь, Моника!» Она, «О, Иринка моя кохана! Ну, что там у Чеби? Ну, что ты до мне звонишь? Ну, як ты там?» И так было мне приятно ее услышать. Я говорю, «Мам, проблем!» Она говорит, «Ну, то вышли мне!» «Вышли мне!» «Я отправлю Межове!» Он забачит, и он ма украинцев в праце, и они тоже у них был опыт с этим отказом. Он посмотрит, скажет, что не хватает. Короче говоря, тут какие-то непонятки, связанные с Питом. Пит-37. С Катажиной мы сейчас разбирались. Она мне сейчас звонила. Ну, получается так, что она говорит, «Я, зараз я завожу тон внесок Пит, этот, через щедом, и посмотрю, что там у Руслана». Ну, она уже к Щенгова. Она все сделала, она все посмотрела и сказала. «Самое интересное, что говорит Пит этот заложенный, и что Руслан должен получить этот податковый взрод». А я говорю, «Так мы получили его». Она говорит, «Когда?» Я говорю, «Второго июня». Мы посмотрели по банкам этот банковский отчет. Она говорит, «Кто его тогда?» Ну, в общем, «Кто его сделал?» Потому что его, как бы, Руслан должен был сам делать. И получилось так, что бухгалтер на работе Руслана, видимо, это все сделала. Короче говоря, она сказала, «Вам нужен Пит-40». Потому что Пит-37 у нас есть, ну, в общем, какие-то такие непонятки. И еще нужно подтверждение от руководителя фирмы о том, что он искал в Воломине работника и не смог найти. И вот только Руслана он в России нашел как классного специалиста. То есть, это письмо должен составить работодатель. Сейчас фирма закрыта в отпуске еще вот эту всю неделю будет. Катажина приезжает в среду. Она говорит, «Я приеду в среду. В четверг ты ко мне придешь. Мы посмотрим все документы и так далее». Но она говорит, «Составим с тобой письмо, все напишем». Ну, Катажина вообще молодец. Я, конечно, вообще не ожидала. Она все сама это все сделала. Через телефон зашла, составила этот ПИД и сказала, что, оказывается, он у вас был сделан. Но почему у вас нет его на руках? И пока вот такие... Я же тоже в этом... Во-первых, я не понимаю здесь в этой налуковой всей системе что да как и до конца понять не могу, что нужно от меня сделать. и вот это письмо нужно будет составить. И у нас есть вот такие две брошюры. Нам давали их в Варшаве возле этого ужонда. Вот. И в одну из них мы завтра поедем. Руслан уже позвонил сегодня и туда и туда. Узнал цены. И там попросила девочка его прислать им эту децизию. Они посмотрели. Но они так сразу не сказали по телефону. Ну, надо, чтобы мы пришли предметно поговорили и в общем заплатили деньги и они сделали нам подачу на апелляцию и прикрепить туда нужные документы. Вот это то, чем мы занимались целый день. Мы разбирались с тем, что нам нужно делать, какие шаги, какие документы у нас есть и что мы сдали. Потому что я заглянула во внесок. У меня остался этот один вариант. Потому что я, по-моему, готовила три, а надо было два сдать. И у меня стоит там, что мы сдали ПИД одиннадцатый. Ну, вот у Руслана ПИД одиннадцатый. Ему надо было сдавать. То есть мы пляшем все от Руслана. Ну, и вот так получается. И, значит, что еще? Потом я сегодня звонила еще в этот твой стартап и говорю так и так. Ну, я там уже вела разговоры с одним менеджером. Мы ждали, когда я получу карту побыта, чтобы подавать идти на разрешение на работу. Потому что я как супруга Руслана, да, то есть я не могу работу искать здесь, например, в Польше. И я с ними разговаривала, чтобы подать вот этот документ. И она говорит, раз пришел отказ, значит, ну, я думала, может быть, мне подавать документы от них сейчас. И мы так с ней поговорили и решили, что так будет невыгодно, потому что надо будет страховку покупать, в общем, заново собирать пакет документов. У нас есть всего две недели на то, чтобы подать на апелляцию. И она говорит, сначала подавай документы от мужа, как ты и делала. А потом уже, когда все будет решено, уже буду подавать там у них именно на зазволение на работу. Вот так. Ну и вот, таким образом у нас все получается, что завтра мы едем просто в эту фирму, я не знаю, в какую, в эту или в ту. Потом скажем, в какую. Потому что договорились и там, и там, надо познакомиться, надо послушать, потому что обычно я принимаю решения всегда интуитивно. Вот мы придем, например, в кабинет, мужчина начнет говорить или женщина, и я буду слышать, хочу я дальше здесь быть или нет. Если у меня есть чувство, что я просто хочу взять и уйти, я просто ухожу. Ну и это будет означать то, что здесь не надо ничего делать. Вот. И потом Катажина мне тоже сказала, ну потому что она сначала говорила, давай, может, фирме не будем платить, может, давай сами сделаем. Потом она поговорила с мужем, и муж ей сказал, надо делать через фирму. Потому что опять, сами сделайте, опять что-то не будет хватать и могут вообще отказать. Лучше, говорит, сделать и все. Потому что у супруга Катажины тоже есть украинцы на работе, они тоже получали отказ. Потом пошли в фирму, им все сделали и они получили. Все. Все очень быстро было. Так что какое было у нас состояние, когда мы получили? у нас был такой ступор. Вот у меня, и мы причем это сделали, открыли конверт Руслана, открыли наши конверты и пошли как бы домой. Ну, по пути зашли в бедренку, потому что нужно было купить молока, хлеба. Мы зашли в магазин, и я не понимаю, что нужно брать. То есть, и такая, знаете, пустота. И мыслей нет, никаких. То есть, такое какое-то, у меня не было такого какого-то шока, у меня было какое-то спокойствие вообще, не было волнения, у меня не было ничего абсолютно. Ну, то есть, если я, например, ожидала, что сейчас я увижу там положительный ответ, да, то его не было. Вот. И что еще? И что еще? И что еще? И что еще? Какой был еще третий-то момент? ПИД. Потом ПИД. Руководитель должен написать о том, что Руслан, типа, ценный сотрудник, что он его нанял, что здесь такого не нашел. А, еще было, что у Руслан менял договор, что потому что он сначала на одну должность приехал, а потом-то его повысили уже на другую должность. У него, получается, один договор называется так, а другой контракт на три года называется, уже он как керовник там. Ну вот. Поэтому в этом у нас и есть как бы, скажем так, нам нужно обращаться в фирму, чтобы нам грамотно все уже подсказали, мы за это заплатим и будем спокойно сидеть уже и не думать о том, что, блин, опять мы что-то не так сделали. И в этот, когда мы сдали все документы, изначально нам дали это вызвание, на котором было написано, что там в течение двух недель нужно донести там какие-то документы. И был написан ПИД за 2018 год. То есть и в бухгалтерии сказали ему, тебе не надо, потому что в 2018 году тебя не было. Но, может быть, была в документе опечатка, что надо было принести за 2019 год, но в документе было написано 2018 год. Поэтому мы его даже не принесли, потому что нас не было здесь, Руслана не было здесь. И получается так, что нас три человека. А ты куда? На улице. А я тоже пойду сейчас. Ну, сейчас я ребятам-то расскажу. Нас три человека и у нас три отказа. И мы все идем следом за Русланом. Поэтому у нас трудная ситуация и все-таки пойдем на фирму. Оплата в среднем где-то от 500 до 800 злотых. Завтра уже точно скажу, сколько будут стоить услуги. Поэтому занимаюсь этими делами. И помимо этого, что вот это все тут у нас есть, у меня были собеседования, была работа и так далее. Представляете? Так что вот вот так, ребята, бывает. Но у меня не было такого чувства, что вот я сейчас пойду собирать чемоданы, вот все плохо. Вообще не было. То есть у меня просто была мысль, что эту задачу надо решить. Как на математике. И все. Иду на улицу, надо нам проветриться, мозги проветрить. Я одела шорты, но такие подлиннее, потому что дождь прошел, как бы не жарко. И джинсовку одела. Так, что мне надо? У Милены интересный ключ есть или нет? Вот Милена уходит гулять, без конца и ключ ношу. Я не знаю, есть у нее ключ или нету ключа. Ну, что поделать? Нет и нет. К подружке пойдет. Отдельное спасибо Ярославу. Я только что прочитала его сообщение, где он написал конкретно, что идет смена должности ПИД-37 и что еще? Смена должности ПИД-37 Смена должности ПИД-37 Это все нужно предоставить туда. Поэтому вам огромное спасибо, вы мне всегда пишете и очень приятно. Очень. Не то, чтобы приятно, у меня даже нет слов на отзывчивость и благодарность в такие моменты, что людям как-то не безразлично. Спасибо большое всем. Спасибо. Перед выходом я думала взять-не взять зонтик, взять-не взять. Вроде бы дождя, ну, он уже прошел, думаю, его вроде бы и нету. Видите? Дождь пошел. Если у меня была мысль о том, что взять-не взять, значит, точно надо взять. К этому всему еще мне этот банк прислал ПКО, в котором я карту-то закрыла. Еще прислал мне там всякие эти 71 злот и нужно уплатить за обслуживание карты, потому что я не платила эти 17,90. Я что, думала, что я платила, в общем, Руслан тоже думал, что я платила, но я не платила. и мне еще в общем заплатил на подсветки разом заплатил на подсветки разом. В общем, 71,60 мне нужно заплатить еще этому банку. Такие новости. Ну, ладно. Все, ребята. Всем пока. Буду отдыхать, смотреть сериал, потому что завтра новый день и новые задачи надо решать. Пока.